Проблема за проблемой обрушивается на Махачкалу и махачкалинцев. Ливни, отключение света и к этому списку уже давно прибавились стройки. Вопрос остается актуальным по сей день. Горожане возмущены тем, что кто-то раздает поручения и разрешение на строительство многоэтажек. С этой проблемой столкнулись и жители дома номер 14 по улице Ахмедхана Султана. Все подробности расскажет Камиль Девятов. Татьяна, нам площадку. Этой маленькой девочке, как и другим детям, живущим во дворе дома номер 14 по улице Ахмедхана Султана, практически негде играть. Работы по строительству детской площадки приостановлены. Вместо этого некий застройщик собирается построить жилой дом на территории двора, прямо на том месте, где предполагалось размещение детской площадки. Каждый вечер, когда мы выходим, дети здесь набирают ведерки, вот этот шибень, и сыпят себе на голову. Плачут, говорят, бабуля, идемте туда на качели, идемте. А как можно, семиподъездный дом, у них у самих, у каждого по двое, трое детей, внуков, не хватает. В очереди стоят, плачут дети, мамаши тоже нервничают, бабули нервничают, забирают детей, опять же идите в свой двор. Я в 84-й магазин живу, вот, с Костелевым. Я хочу, внуков, 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 внуков. Не переживайте, не переживайте. По словам жильцов, у них на руках имеется два проекта, выданных главным архитектором Махачкалы, Магомед Расулом Гетиновым. На одном из которых имеется детская площадка, а на втором проекте уже обозначен будущий дом. Кстати, дата на обеих бумагах одна и та же. Это место им выдали в 1990 году. В 1990 году еще РСФСР не был, вообще земельного кодекса не был, землю не могли продать. Как можно в 1990 году землю продать? Двор продать. Двор продать. Могли бы такое быть? Еще СССР был. РСФСР вообще не был. А у них в 1990 году. Четыре раза перепродавали это место, а то один, одному, другому другому. Мы хотим детскую площадку. Чтобы играть. Чтобы играть. Необходимо отметить, что строительство детской площадки предусматривалось федеральной программой. Но кто-то решил этому помешать. Пусть нам хоть один работник администрации в своем частном доме даст им документы и строит у себя частный дом. К нам не надо сюда лезть. Не надо ради Бога. И так на сегодняшний момент детям абсолютно ничего нет. И то, что есть, а ты мать. Здесь жильцы от себя отрывают. Вот она от своей пенсии отрывает. Здесь скинулись деньги. Вот видите, все заборы сетки. Это все сделано за наш счет. Камиль Девятов, Гелач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала. Экспиры запл UCS. Ручка. Ручка.